друзья мои дорогие всем добрый день снова с вами говорим про утилизацию утилизацию со стороны нарциссов и нарциссок кстати в том числе и у психопатов людей с антисоциальным расстройством там у людей с психопатическими проявлениями в общем-то модели схемы подходы к утилизации тоже похожие да все мы помним про базовый цикл отношений с нарциссами отношений нас такими людьми стадия идеализации стадия демо-версии сахарного шоу то есть когда все хорошо нарцисс с вашим там образом который в своей голове построил или построила начинать строить выстраивать какую-то историю человек вас соблазняет очаровывает делает в общем-то нехитрое до используя подстройки заваливай love бомбингом совсем соглашайся обещая светлое будущее именно то который человек сам себе загадал задумал ну и рассказывая о светлой великой любви конечно вы во все это увлекаетесь а вам кажется что наконец-то вы нашли вот ту самую прекрасную историю любви ну и пошло-поехало все вы в состоянии любовной зависимости значимость этого человека для вас просто вот может быть даже запредельная дальше начинается этап той самой мясорубки уже отношения хуже уже какие-то периодические негативные выпады дальше по нисходящий вот дадут вот настолько вот а заберут вот настолько все что угодно там в разных вариациях да то есть триангуляции манипуляции обманы и забивание игноры и прочее да при этом очень много обесценивания то есть все после идеализации начался этап обесценивания ну а дальше дальше этап то есть самой утилизации да вполне возможно вы раньше времени поняли разобрались что к чему и вы первые вышли из этих отношений вы не стали для себя продолжать вот эту историю окей а вам хватило сил и это прекрасно но многие к сожалению настолько впечатлены вот этой вот демо версии они думают что это та самая любовь которая была между ними между ну возможно между ними и этим человеком они думают что действительно это та самая вот какая-то особенная история и они на каком-то знаете на втором дыхании на каком-то супер резервном рису ресурсе вообще непонятно на чем продолжают ехать в этой истории и что-то спасать и к сожалению ударом для многих является полная итоговая утилизация то есть когда этот человек все у вас списывает скажем так что такое утилизация со стороны нарциссов глазами нарциссов это то что вас из стадии ресурса номер один из роли ресурса номер один или из какой-то другой значимой роли в гареме переводят либо а какую-то роль на какую-то должность рангом ниже либо вообще исключают вас из своей жизни и своего поля зрения навсегда или временно вот такая вот жестокая схема да как-то вот совсем не по-человечески совсем не про чувства скажем так причины и факторы вот этой вот утилизации самые разные первая группа причин нарцисс просто понимает что этот мужчина или эта женщина больше не может дать вот того объема ресурсов как нарциссу хочется это эмоциональные ресурсы это материальные ресурсы в том числе социальные какие угодно то есть все здесь уже мы все выскребли до донышко ничего тут особо не обновляется пойду ка я туда где намного больше каких-то интересных вариантов вторая причина почему вас утилизирует а вы стали в чем-то неудобным а вы задаете какие-то вопросы вы пытаетесь призвать этого человека к ответственности а вы вдруг стали там обозначать личные границы у вас в жизни что такое произошло что нарциссу или нарцисски вашей не очень вот как говорится в масть да не очень удобно соответственно все следующее у нарцисса вы 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 можете таким же ресурсами быть но нарцисса появился какой-то вот мега вау вариант ресурса номер один вот что-то такое всплыло появилась журавль прилетел все и нарцисс соответственно свои силы свое внимание бросает туда потому что у нарцисса очередная идея с идеализации ей что вот там в этой истории будет что-то такое супер вообще вот особенное приятное необычное а еще почему нарцисс может вас утилизировать а потому что а предчувствует потому что понимает а что партнер скоро уйдет сам то есть нарцисс понимает что да что-то вы как-то стали отдаляться что-то у вас в жизни какие-то перемены что-то вы уже вот так не реагируете так 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 они не позволят своему эго выглядеть как-то там ущемленно на фоне этой истории соответственно сливают быстрее быстрее вас лишь бы вот остаться на коне лишь бы остаться на троне а и еще почему они утилизируют бывает что нарцисс настолько что такое натворил прям вот тяжелое неприятное что проще уйти слинять чем пытаться как-то вот оправдываться что такое врать потому что им все равно не по не поверят так что видите какие разные мотивы вот этой утилизации что касается того какая утилизация бывает о это много очень проявлений у меня эфир отдельно есть на эту тему где мы с вами подробнее об этом говорим но так вот структурненько самые простые темы темы схемы линии по которым утилизация происходит первое исчезновение просто пропадает исчезает ничего не объясняет выду вы сначала думаете ну ладно может обиделся человек потом уже начинаете бить тревогу может быть как-то пробиваетесь а там либо очень такие вялые ответы либо вообще полное исчезновение если у вас например до этого отношения не такие может быть основательные были схема 2 угасание то есть когда потихонечку полигонечку нарцисс снижает объем своего ресурса который тратит на вас когда аккуратненько вас вот ведут вот да вот какой-то такой схеме когда уже все сходит на нет то есть вас заваливают претензии или нарцисс придумывает себе какие там очередные работы очередные занятия новые просто с вами меньше времени проводит то есть она становится все хуже и хуже и потихонечку все сходит на нет третья схема утилизации резкий удар они могут быть очень жестоки очень садистичны то есть когда вам в лоб приводят и говорят да теперь это маша или теперь это мой сережа да ну теперь вот я с этим человеком буду или режиссирует такие знаете сюжеты когда вы случайно видите вашего нарцисс или нарцисску с кем-то новым или вдруг вам вываливают а я тебя никогда не любила я с тобой жила только из-за денег а теперь вот у меня вот какая-то другая идея какая-то другая схема то есть прям вот вот на бьют на отмашь как говорится да еще и гадости вам кучу наговорив еще и самооценку вошел напоследок растоптав а следующий пункт это знаете такая невесомость то есть когда вроде бы вы не расстались на все ваши прямые вопросы человек юли ты говорит нет 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 тебе показалось все нормально просто сейчас не время просто ты до конца чего-то там не допонял но ничего мы как-то там разрулим ты просто вот сейчас вот не надо вот мне не ковыряйся не копайся в этом то есть знаете сплошная неопределенность вот этого тактика слизняка которую они очень любят то есть утилизация в принципе может проходить по этой схеме а другой вид утилизации это знаете такой перевертыш когда во всех своих грехах а их прям немало например человек вам конкретно изменял человек там конкретно на вас паразитировал и прочее человек обвиняет вас это ты меня довел до этого это ты создала такие вот условия ну и погнали в общем то и смотрите еще очень жестокая схема утилизации смена формата то есть смотрите вас открыто переводят с одного ранга на другой и вам так и говорят слушай ну вот раньше нас были такие отношения но теперь я могу тебе предложить френд-зону или теперь я давай буду к тебе по четвергам заезжать вот или давай мы будем всем говорить что мы просто друзья вот у нас будут свободные отношения то есть вас в принципе придерживают просто да да в какой-то такой формате к бели не менее напряженный вас переводят эти какие они разные грани утилизации что здесь важно проживите это и больше не возвращаетесь человек который с вами вот так вот поступил потом поступит еще более жестоко если вы допустите пребывание его или ее своей жизни друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч